привет всем сегодня рассмотрим два основных инструмента для моделирования в блендер это extrude то есть выдавливание и inset то есть вставка и первым делом рассмотрим extrude и рассмотрим первым делом горячие клавиши которыми можно управлять экструдом переходим мы добавили здесь сферу переходим выделяем ее переходим в режим редактирования выделяем какую-нибудь грань фейс и с помощью клавиши и или е и на наших клавиатурах нажимаем ее не зажимая и после этого можем тянуть наш фейс куда нам вздумается но после того как мы нажали клавишу е но еще ничего не тянули мы можем или даже чуть-чуть вытянули мы можем задать направление или ось с помощью клавиш x y и z например нажимаем x и наш extrude идет по оси x но до того как мы закрепили левой кнопкой мыши наше выдавливание мы можем поменять ось например нажимаем y и наш extrude идет по оси y или по оси z и он идет строго по z хотя первоначально когда мы начали только выдавливать экструдирование шло вот в эту сторону то есть по направлению угла самой грани то есть мы можем менять ось на ходу также мы можем задавать с помощью клавиш не только на правление выдавливание но также расстояние на которое будет выдавливаться то есть дистанция нажимаем е и нажимаем к примеру 22 чего сейчас мы можем посмотреть сюда в настройки нашего мира зайти в раздел units и здесь unit system то есть в чем у нас идет измерение здесь у нас метрическая система и то что мы нажали 2 здесь у нас выдавилось ну как два метра считается да здесь также можно выбрать выбрать империал это будут футы фут это примерно одна треть метра ставим 5 метры также можно выдавливать нажимать не только целые числа да но также можно например 1 целая . 65 сотых то есть метр шестьдесят пять сантиметров у нас выдавилось также все это дело расстояние и ось все это можно комбинировать вот мы выделили ось нажимаем extrude нажимаем ось z и нажимаем например 3 метра по оси z 3 метра у нас выдавилось закрепляем левой кнопкой мыши следующий прием который мы рассмотрим это выделяем клавишу выделяем грань нам нужную нажимаем и или по-русски е зажимаем control ведем туда куда нам нужно и нажимаем правую кнопку мыши все это время control у нас зажат и вот так можно рисовать все что нам нужно да подводим куда нужно и нажимаем правую кнопку клавишу на нашей мышке также слева у нас есть меню которое тоже отвечает за разные возможности экструдирования это вот эта кнопочка обычно у нас выделим курсор да и мы все делаем курсором но если мы хотим про экструдировать без кнопки без клавиши и то можем зажимать вот эту кнопочку и делать экструд с помощью ее если мы зажимаем зажимаем левую клавишу мыши на этой кнопке у нас появляется под меню который мы видим разные варианты экструдирования первый это вот обычный стандартный второй это extrude manifold так давайте перейдем в object mode выделим куб опять выйдет мод посмотрим что у нас дает эта функция давайте для начала с обливает сделаем и например смотрите если у нас обычно в обычном режиме как происходило экструдирование зажимаем нажали клавишу е и внутрь туда зажимаем видим да что одна грань уходит вглубь а остальные грани остаются на местах и они никак не изменяются на них это экструдирование никак не влияет что происходит если мы выбираем вот эту функцию давайте посмотрим когда мы нажимаем у нас появляется такой ползунок за которым можно тянуть нажимаем на него левой клавишей мыши видим что у нас происходит у нас мы двигаем эту грань но у нас также изменяются и другие грани до можем дальше экспериментировать вот так что получается да следующий момент экстрит и он нормал для того чтобы воспользоваться этой функции нам нужно выделить шифтом две грани и как минимум две грани мы видим что здесь уже идет экструдирование угла что-то типа пропорционального редактирования до ну-ка скейлом можем уменьшить чуть-чуть это дело заузить дальше вытягиваем опять скейлом зауживаем вот такая вот функция следующий момент для него мы используем цилиндр так переходим в объект молд выделяем цилиндр опять этот молд экструд нет оставим пока обычный обычное экструдирование выделим несколько граней нажимаем клавишу е вот как они у нас двигаются до контрол z переходим в экструд и лон а экструд индивидуал тянем и у нас идет уже не параллельно друг друга не все идут а идут под разными углами под тем углом под которым изначально был наш фейс вот таким образом вот можно сделать шестеренку да и сейчас также вот как мы делали вот этот вот хвост да здесь в этой менюшке тоже есть такая функция экструд ту курсор то же самое ой я шестеренку да начал выделять ну вот видим да просто левой клавишей мыши щелкаем один раз просто нажали сюда да не надо control зажимать не надо по правую клавишу мыши просто нажали туда и левой клавишей мыши жмем у нас получается вот такое вот безобразие получается у нас это инсет или вставка на примере куба рассмотрим так выделяем фейс и нажимаем клавишу ай на наших клавиатурах что у нас здесь появляется в этом окне offset even offset relative offset even зачастую если ставится на offset even то получаются какие-то неравномерные кита полигоны но в этот раз почему-то получились равномерные на удивление что еще здесь можно выделить select outer ну то есть эта функция она позволяет выделить вот эти наружные полигоны не внутренние наружные убираем выделяется по стандарту только один внутренний полигон если мы например хотим от инсетить сразу два полигона нажимаем клавишу ай что у нас из этого получается получается что получается вот такая вот вещь да вот как я уже говорил offset even делаем тогда получается более менее равномерные равномерные углы но как нам сделать чтобы они инсетились как вот этот полигон то есть со всех четырех сторон нажимаем control z отменяем все это для того чтобы они равномерно от инсетились как вот этот полигон нам нужно дважды зажать клавишу ай 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 и тогда у нас будет равномерное равномерный инсет всех тех полигонов которые мы выделили